Ну вот, тема для нашего семинара немножко будет необычная, да, но иногда она в наших семинарах присутствует, да, тема Бога. И вот есть стандартная формула крестьянства, что Бог есть любовь. И как-то эту формулу с незапамятной, ну, в каких-то времен перестали обсуждать, посчитали, что она раз и навсегда истинная, да, и более того, как бы богословие просто, как бы часто просто от этой формулы отталкивается в своих исследованиях. Но если вдуматься и попытаться все-таки в этом отношении проанализировать, ведь Бог бесстрастен, да, и Бог не может ни любить, ни ненавидеть. Причем эта бесстрастность Бога, а это не мая какая-то блажь, ну, допустим, об этом пишет, скажем, Спиноза, да, когда анализирует эту сущность Бога, он указывает на то, что Бог не может ни любить, ни ненавидеть, да. И то есть взаимоотношение человека и Бога не может строиться, поэтому как бы на двусторонней основе, что возникает некоторая связь Бога и нас. И вот я предлагаю сейчас обсудить, как можно было бы понять формулу «Бог есть любовь». Эту формулу можно было бы понять согласно древней языческой традиции, да, когда говорилось, что, собственно, любовь – это и есть Бог. А что имелось в виду? Имелось в виду, что то понимание религиозности, которое указывает, что религиозность, религия – это есть некоторая метафора связывания людей, да, вот есть нечто нас связывающее. И это вот связывающее, просто Бог есть тот субъект, да, та личность, которая связывает нас вместе, да, вот как своего рода можно говорить и Грегор, или в современных терминах, или как-то так иначе, да. В чем тут суть? Вот возьмем геонетические мистерии, да. «Бог есть любовь» в этом отношении звучало бы так, что у нас есть частица Бога, то есть у нас есть любовь. И вот мы эту любовь, объединяясь в группу, да, вот в некого рода генистических плясках, да, в неком коллективе, мы объединяем вот эти все частички Бога и достигаем того, что вот шествие коллектива представляет собой как бы шествие Бога Диониса, да, то есть как бы Бог Дионис, который был разорван титанами, восстанавливается в своем единстве. И то есть получается, что каждый отдельный человек возводит божественное в самом себе в божественное все. Причем вот это вот возведение божественное в самом себе в божественное все, это и есть формула неоплатонизма, да, вот Плотин когда говорил, по-моему, это была последняя фраза Плотина перед тем, как он умирал, да, что он возвел божественное в себе в божественное все. То есть вот эта вот формула о том, что у нас есть божественность, да, И мы через связывание, через то, что все божественно, но опять же миф о Дионисе, в чем состоял, что он однажды был титанами разорван, и из этих кусочков этого бога Диониса возникли люди. В каждом отдельном человеке есть древние искрабы божества, и она возобьет к тому, чтобы вновь объединиться в коллективе, и коллектив опять же возрастает, и тем самым восстанавливается единство бога. Но в этом понимании бога как любви, то есть любовь есть бог, есть определенного рода проблема, связанная с тем, что она не касается личности. То есть здесь любовь как некая стихия, и она требует своего единения, она как некий закон природы, который действует так же и среди людей. Здесь не идет речь о том, что свободная личность связывает себя с другой свободной личностью, и у них возникает некоторое отношение, которое называют любовью. Поэтому это не христианское понимание любви, это может быть языческое понимание любви, древнее, конечно, безусловно, понимание любви, но не то, о котором идет речь в христианстве. Поэтому мы не можем понимать формулу «бог есть любовь» в том смысле, что вся любовь, которая в мире есть, есть на самом деле просто божественная, и указывает нам на бога, и она должна объединиться в божестве. Есть и второе понимание того, что такое есть любовь. Любовь можно понимать как энергию бога. То есть можно считать, на самом деле, что бог, среди прочих энергий, то есть что такое энергия, это проявление бога, да, у него есть такое проявление, как любовь. И можно рассматривать этот вопрос в том смысле, что вот как я личность. А мы всегда говорим о том, что есть некоторого рода аналогия между микромиром и макромиром, между человеком и богом. Человек создан по образу и подобию божьему в том смысле, на самом деле, что я личность, да, я чувствую себя свободным, и бог точно так же личность, он чувствует себя свободным. И мы устанавливаем между двумя личностями, между богом и мной, устанавливается некая его рода связь, которую мы называем любовью, да. Так вот, поскольку бог бесстрастное существо, а я в себе понимаю всегда любовь только как некого рода страсть и аффект, то я не могу любить, то бог не может так аффективно меня любить. И поэтому здесь взаимоотношения какие-то несимметричные. То есть я-то, конечно, аффективно бога могу любить. То есть я понимаю, что у меня есть такое чувство, у меня есть такой аффект, то есть у меня есть нечто, что я называю любовью. Я могу обратиться, конечно, к богу с любовью, но бог мне ответить такой любовью не может. Потому что бог бесстрастен. Изначально формулы теологической, что бог не подвержен никаким страстям. Я не знаю, надо вам объяснять, почему бог бесстрастен. Потому что Бог не изменяет, потому что Бог остается равным самому себе, а страсть – это всегда некоторое родоизменение, некоторое родострадание, подверженность некоторым родоизменению. И он не может, естественно, быть в этом отношении страстным, потому что нравится самому себе. Это просто теологическая формула. Третье понимание, что такое, как можно понять здесь, что такое любовь. Третье, можно понимать, любовь, она как раз связана уже с богословием существенным образом, что Бог выступил из трансценденции и открыл себя в откровении. То есть сам факт того, что Бог открылся людям, в этот факт можно рассматривать как любовь. То есть Бог не остался сокровенным, выступил из некоторого рода позиций, которая нам была непостижима и непознаваема, и сам себя явил нам в этой вот открытости, в этой позиции простертости некого рода к людям. Можно такую позицию рассматривать как любовь. При этом Бог остается так же бесстрастным, Бог остается так же неизменным, Он просто нам открылся. Тогда что возникает? Тогда возникает богословие христианское, связанное с тем, что все действие находится на стороне человека. То есть Бог остается неизменным, открытым, Он ждет, как говорится, стущит в верь, ждет нашего ответа. А именно мы, либо как свободные существа, решаем двигаться навстречу Богу или не двигаться. Принимать эти открытые объятия или не принимать. Как мы движемся? Мы на самом деле, если совершаем добро, и если исполняем волю Божью, мы к нему приближаемся, мы единимся с Богом. А если мы совершаем зло, если мы совершаем поступки, противоречившие воле Божией, мы от него отдаляемся и закрываем себя от Бога. Вот такое стандартное христианское богословие, которое состоит в том, что именно человек сам решает свою судьбу. Не то, что Бог наказывает, а именно человек сам себя либо открывает Богу, либо закрывает Богу. Причем здесь любопытно, что всякого отца, это богословие, почему-то всегда говорит, что Бог не ненавидит, что Бог не наказывает. Почему-то не говорит, что Бог и любить-то не может ведь. Ведь аналогично на том же основании, на котором люди говорят, что Бог не может ненавидеть, что Бог не может наказывать, аналогично на этом же основании, это Бог не может любить. То есть на самом деле, все действия тогда совершаются на нашей стороне. То есть это я на самом деле совершаю какие-то действия, а Бог остается как солнце, светит, да? Просто открытое солнце, он светит и праведником, и грешником, и добрым, и злым. То есть Бог здесь выступает как некая равнодушная позиция. То есть ему все равно на самом деле, праведник ты или неправедник, грешник ты, или... Важно для него, что он просто светит, да? Что он просто открыт. А человек уже, это тогда все действие происходит на стороне человека, да? Если принять такую концепцию любви, то тогда получается, что нам Бог тогда лишняя сущность. Потому что если вся активность происходит на стороне человека, тогда Бог не нужен. Это просто по формуле Акама мы отбрасываем эту сущность, потому что если Бог находится в пассивной позиции, он только открыт, а вся активность на нашей стороне, то мы, поскольку для нас всегда важна именно активность, а всякого рода пассивность – это нечто лишнее, то мы, убирая пассивность как ненужную сущность, остаемся тогда в позиции, что Бога просто нет. Есть еще одно понимание, что такое любовь к Богу, да? Она связана с таким странным понятием, которое по-латински звучит как amor de intellectualis. Это понятие вилл спиноза, это называется интеллектуальная любовь к Богу. Странность ее состоит в том, что вот я до сих пор говорил о том, что все-таки любовь есть некоторого рода аффект или страсть, да? А здесь говорится о том, что любовь – это нечто интеллектуальное. А мы всегда разделяем мышление и чувства. И мы как бы, и как-то странно здесь это смешано. Если вчитываться в спинозу, что он имеет в виду, то, оказывается, выясняется, что это любовь есть не что иное, как стремление к познанию. То есть, любовь он приравнивает как к стремлению к познанию. То есть, у него, конечно же… Не, в его философской концепции все получается вполне логично, потому что Бог – это все, что есть, да? И стремление к познанию этого Бога, то есть, человек сам является модусом Бога, да? Естественно, да, согласно его концепции. И поэтому у стремления к познанию Бога есть не что иное, как просто некоторая наша активность, которую мы проявляем по отношению к Богу, да? То есть, и можно действительно говорить, потому что Бог есть все. То есть, Бог есть полная, вся тотальность. И поэтому здесь, может быть, можно говорить о том, что познание равно любви, и понимать интеллектуальную любовь к Богу именно как познание, как ту самую любовь. Но является ли она христианской? Можно ли считать, на самом деле, что познавать Бога – это и есть та вот христианская любовь? По-моему, нельзя. По-моему, на самом деле, что христианство именно закрепило ту формулу, что мы, как каждая отдельная человеческая личность, должна встретиться с Богом как с человеческой личностью. Недаром вот метафора отца, да, что Бог есть отец, а мы как бы дети Божьи, вот она в христианстве в Евангелии постоянно работает. То есть, речь идет о том, что все-таки отец и сын всегда находятся на какой-то одинаковой позиции, да, и их взаимоотношения, они как бы более-менее симметричны, состоящие в том, что вот у них есть некоторая рода любовь, и с обоих сторон любовь одинаковая. Но здесь тогда возникает такой вопрос, но мы ведь имеем опыт любви к Богу. То есть, на самом деле, когда христианство учит о любви к Богу, ведь каждый из нас, ну, может, не каждый из нас, но многие испытывали это чувство и понимают, что она возможна. Как же тогда быть? Получается, что Бог не может нас любить, он остается в некой открытой позиции, а мы все-таки его любить можем. То есть, какая-то несимметричность все-таки сохраняется. Что же это такое, вот эта наша любовь? И здесь стоит обратиться к такой вещи, как к совращению. Дело в том, что вы вспомните, что есть такая большая проблема, что очень много людей могут любить Бога, могут любить какие-то абстрактные идеи человечества, скажем, там, философию и прочее. Но когда дело относится к какому-то конкретному, к тому, чтобы полюбить какого-то конкретного человека, возникают проблемы. То есть, мы не можем полюбить конкретного человека, нам это очень тяжело, но мы можем полюбить прекрасно абстрактную идею. Вот здесь работает такая вещь, как совращение. Дело в том, что мы любим то, что сами вкладываем в любимого. Здесь такой есть субъективизм. Когда я люблю девушку, что я люблю? Люблю ли я свои состояния, связанные с этой девушкой? Люблю ли я своего возбуждения, своего как некого рода энтузиазм, некого рода радость, общение? То есть, некоторого рода переживательные состояния, или я люблю конкретно другого человека? Точно так же и с Богом, на самом деле. Когда я в этом, в любви к Богу, а Бог представляет собой для меня предварительно всегда некую абстракцию, что я люблю? Я, наверное, люблю какие-то свои состояния, связанные с тем, что в моей обращенности к Богу. Вот эти какие-то блаженные, как это называют, благодать. Я люблю то, что приходит какая-то благодать. Недаром молитва, на самом деле, бессмысленна. Заметьте, она же есть повторение как мантр, повторение одного и того же. То есть, фактически, молитва просто учит научиться достигать этих блаженных состояний, и почему-то мы их связываем с Богом. А ведь, на самом деле, если вдуматься, мы здесь остаемся точно так же в субъективизме. То есть, собственно, в своей сфере субъективности. Не получается ли так, что когда мы обращаемся к абстрактным идеям, что мы любим на самом деле не то, что стоит за этой идеей, а просто любим сами себя? То есть, мы никак не можем из этого вырваться. И не получается ли так, что наша любовь к Богу есть не что иное, как просто иной способ выражения любви к самому себе? Я просто люблю себя таким способом. Одни эгоисты любят себя тем, что потакают своим страстям, да? А как бы люди верующие любят себя тем, что как бы обращаются как бы к Богу, но в Бога вкладывают некое свое содержание, потому что Бог как абстрактная идея имеет вот эту вот возможность, да? Это некого рода дополнительное измерение, куда я могу вложить нечто, что потом и полюблю. Так вот есть такая песенка, да, я его слепила там из того, что было, то и полюбил. Не получается ли так, что на самом деле мы и так же относимся и к Богу, и не только к Богу на самом деле, если вдуматься, это проблема более фундаментальна, мы так же относимся и к другим людям. Еще тут возникает одна как бы последняя вещь, связанная с буддизмом, да? Заметим, чем занимается буддизм? Буддизм, я не большой специалист буддизма, я буду говорить, как я его понимаю, может быть, это не совсем соответствует истине. Я понимаю вот так, что буддизм пытается достигнуть некого рода бесстрастности, и эту бесстрастность называют нирваной. Она считает, что причиной страдания является именно страсти, что именно страсти, ну, что как бы влекут нас к чему-то, да, заставляют нас делать, в общем, что такое страдание, да, когда мы оказываемся в пассивной позиции, да, когда мы оказываемся вовлечены во что-то, помимо нашего желания, да. То есть надо избавиться, как бы, от страстей, и вот это избавление от страстей, вот это умиротворение внутреннего некого содержания, оно и называется нирваной. И вдумайтесь, у буддизма нету Бога. И это не простой факт какой-то случайности, да, а на самом деле Бог возникает только всегда, когда есть именно какая-то страсть. То есть вот когда, вот не даром же любая, не даром христианство говорит о любви к Богу, а не просто о Боге. Потому что как, если бы Бог был просто идолом, да, я бы не мог его полюбить, а к нему мог бы отнестись, может быть, как к некоторому, это, господину, да, там, как к некоторому молоху, да, высшей силе, который меня подавляет. Но ни в коем случае никак к тому, что можно полюбить. Потому что вот эта вот любовь, это особого рода, как бы, вещи, да, которые приравнивают того, кто любит, и того, кого любят, да. В этом есть некоторого рода, вот, как бы, что есть, так можно выразиться, демократизм. А в буддизме этого нет, ну, потому что в буддизме вообще изгоняется всякого рода страсти. И поэтому нет необходимости вот этого существа, да, нет необходимости вот этого движения. И Бога не возникает. Тут просто вся проблема-то в чем состоит? Вся проблема состоит в том, что тут сразу обнаруживается эта проблема, Бога как иллюзии. То есть нас научают, мы на самом деле люди, об этом Низше постоянно пишут, мы не можем жить без любви. Потому что мы привыкли к этой любви, потому что нам она нужна. Потому что, наверное, существует действительно некоторого рода потребность людей, любить друг друга. Потому что в этом видится вот некоторого рода наша, вот, человеческая, да, человеческая слишком человеческая. Поэтому, ну, и нам хочется выразить вот эту вот нашу любовь в некого рода образце. И какой образец мы даем? Ну, мы берем некоторого рода вот абстрактную идею и наделяем его вот идеальным формой любви, да, которую можно полюбить уже просто за то, что она идеальна. Но на самом деле, как не получается, что это та самая иллюзия, что мы их, вот наше желание любить, порождает объект любви. А не наоборот, что есть объект, и мы к нему относимся с любовью. Ну, вот примерно такое у меня возникло рассуждение, да, я тут... Что Бога нету. Да, что Бога нету. А хочется кого-то любить. Да, любить, а не только у меня, всем хочется кого-то любить, да. И получается, что... Что на самом деле наша потребность в любви рождает также и такие иллюзии, как Бог. Ну, то есть, примерно то же самое, что потребность в отце. Да, да, да. Но это я не хотел на психологизм скатываться, да, конечно же, психоанализм как объясняет... Да, да, да. Почему она объясняет, что Бог – отец, да, потому что мы нуждаемся в опеке, да, мы хотим, чтобы было некоторого рода высшее существо, которое постоянно о нас заботится, да. И мы вот это... В детстве это для нас было очень важно, и часто люди в детстве остаются и всю жизнь хотят чувствовать, чтобы было это существо, и чтобы оно его опекало. То есть, а взрослость как раз состоит в том, что человек признает, на самом деле, что такого существа как бы нет, и что надо действовать на свой страх и риск, и не на что рассчитывать. Тут, на самом деле, есть момент отчаяния, то, что хотелось бы, чтобы Бог был. Знаешь, я вот из твоих слов совсем не понял. Я не хочу вспомнить. Когда ты говорил вот о замкнутости человека в аффекте на себе, то есть, когда ты ставил вопрос, что когда я или кто-то, да, любит другого человека, то, собственно говоря, что он любит? Другого человека или себя, любящего другого человека? Так вот в этот момент. Ну, свои проживания, свои состояния. Да, совершенно верно. Ты при этом говорил, все это обозначал, всю эту ситуацию словом «совращение». Я правильно услышал? Да. А в каком смысле слово «совращение»? Потому что… Да, мне казалось, что «совращение» действительно нечто другое. Смотрите, в чем смысл. Я как бы просто эту тему, вот она тема отдельного доклада. Когда-то я в свое время об этом рассказывал. Как работает реклама? Реклама почему-то нас заставляет, точнее, хочет заставить, да, купить какой-то товар, сделать какие-то действия, да, на которые указываются и прочее. Как она это делает? Она это делает тем способом, что в том, что изображается, всегда оставляет некоторую роду степень свободы, чтобы мы могли додумать, да, как бы дорисовать, как бы некого рода продолжение этого. И тем самым присоединить эту рекламу, это как бы к самому себе, и сделать рекламу как бы счастью моей субъективной сферы. Вот, допустим, вот другой человек. Допустим, я люблю другого человека. Я считаю, что этот человек добр, что этот человек, допустим, конкретно любит кошек. И это моя иллюзия. Пока я в ней нахожусь, я думаю, что он мой человек. Да, вот часто говорят, что вот он мой человек, он любит кошек. И вдруг я выясняю, что этот человек пинает кошек, да, что он там их... И как бы сама реальность, она как бы обрушивается на меня. И я понимаю, на самом деле, что это была иллюзия, что этот человек любит кошек. И я был как бы соблазнен тем, что он любит кошек. Он мне нравился из-за того, что он любит кошек. А теперь я выясняю, что он не любит кошек. Так вот, реклама вот никогда так не обрушивается. Она всегда остается вот в этом... Позволяет мне оставаться в иллюзии того, что вот всегда вот это есть измерение. Что вот я могу как бы... Вот я что-то с этой рекламой домыслал, что-то с ней связал. Допустим, я связал, что BMW – это вот машина там успешных людей. И она постоянно таки остается в этой иллюзии, что это так оно и есть. Потому что я как бы вот это вот измерение, вот эта вот престижность этой машины, оно позволяет мне жить в этой иллюзии и оставаться в ней всегда. Вот что... Это как бы... Это нас и совращает. Нас совращает то, что мы можем вложить дополнительно в объект нашей любви. Если бы... Если объект выступает во всей своей зримости и во всей своей как бы объективности, то он нас никак не может привлечь, потому что мы не можем в него ничего своего вложить. Вот в чем проблема. То есть проблема яркая зримость и выступание. Вот, например, какой-то объект, допустим, камень лежит на дороге, да, он мешает проехать машине. Да, вот он во всей своей как бы вот этой вещественности и материальности, он мне мешает. Но если бы это было, допустим, не камень, если бы это была бы, условно говоря, там девушка, да, то я бы... И хотя бы она бы даже и мешала мне проехать. Но тем не менее, могли бы возникнуть некого рода иллюзии, связанные с тем, а может быть с ней познакомиться. То есть как бы могло возникнуть совращение, связанное с тем, что я сам бы на самом деле поддался бы вот этому увлечению, да, и мог бы дорисовать образ, что случайно встретив на дороге девушку таким странным способом, что не мог проехать, потому что она мне мешала, и вдруг завязалась там что-то там, дружба, семья и прочее, прочее. То есть я имею в виду, что совращение, оно здесь поднимается в том смысле, что мы всегда, мы всегда любим только сами себя. И объекты мы любим только тогда, когда в них вложено то, когда мы сами в них вкладываем свое. Вот о чем я решила речь. То есть мы всегда любим себя, а в объектах любим то, что в них вложили сами. Ну да, мы... И так же и людей точно так же. Мы любим не просто конкретно другого человека, а мы любим то, что о нем нафантазировали. Да, конечно, конечно. Вот отсюда было совращение. То есть мы совращаем на самом деле всегда сами себя. Мы сами себя обманываем и совращаемся. Но если бы объект, допустим, если человек выступил во всей своей неприглядности, да, если бы он мог бы сразу раскрыться во всех своих подробностях, он бы нас бы оттолкнул тут же. Потому что нам вот эти подробности не нужны. Именно поэтому сложно полюбить конкретного человека, а легко полюбить абстракцию, которую можно дорисовать и вложить много чего. Что Бог благ, что вот он на иконах так красиво нарисован, он, наверное, был такой красивый, что он как-то там ходил, это Иисус Христос ходил как-то по Галилее, как он красиво ходил, там, как он мужественно там рукой водил, там, как он разговаривал с апостолами, сколько картин про это нарисовано, да. И мы бесконечно можем фантазировать, как все это было здорово и великолепно. Но мы же не фантазируем при этом, что может быть он там где-то пунул собаку, там, что он может быть там, какая-то там еще что-то неприглядное сделал. Я уже там не буду упоминать, что мог, если была проблема такая, ходит ли там Иисус Христос в туалет, да. Ну это же как бы, я же не буду это дорисовывать себе. Я буду дорисовывать то, что мне приятно, то, что меня совращает, а не то, что меня отталкивает. Да. Ну, просто мне кажется, что здесь слово совсем неудачное, потому что здесь... А я просто беру термин Бадриэра. У него Де Седакшн есть такой трактат о совращении. Просто я именно оттуда взял, как будто, именно понимание того, как работает наша привязанность. Да, но вот просто в отношении, как бы, слова... Ну, неудачный термин, наверное. Слово, оно как бы должно содержать просто какой-то возвратный смысл, чтобы было понятно, что это нечто, что совершается применительно к самому себе, а не просто кто-то с кем-то. Тут нужно дать понять, что это... Да, согласен. Чтобы все применительно к себе. Ну, в общем, это да, это вопрос по подбору... Недаром, на самом деле, я вот считаю, что иконы возникли в христианстве недаром, потому что это была та самая помощь людям, чтобы они могли вот как бы в воображении вложить вот эту информацию свою, да, чтобы можно было совратиться. Для мужчин была придумана Богородица, а для женщин, естественно, Иисус Христос. Ну, это совсем какой-то махровый атеизм. Это не махровый атеизм, это просто попытка, как бы, анализировать беспристрастно то, что происходит. Потому что христианство откуда взялась Богородица, да? Вообще-то, изначальное христианство не знает никакой Богородицы. Да, ну. Да. До третьего века, да. Это где-то, где-то не знают. Нет, смотрите, смотрите, дело в том, что... Сама представление о Богине-Матери есть язычество. А при чем здесь Богородица-то? Богиня-Мать-это, да, я понимаю, Богиня-Плодородия еще... Посмотрите, в самом Евангелии даже, как бы, есть место, где мать и братья и сестры пришли к Христу, да, потому что он был не в себе, и хотели его забрать. Иисус Христос встал на собрании и сказал, что... Ну, к Нему ему обратились, что пришли мать твоя, братья твои, чтобы тебя забрать. Он сказал, кто мне матери и братья? Тот, кто исполняет волю Божию, да, тот мне мать, брат и сестра. То есть он, как бы, фактически отказывается от своих родителей. То есть на самом деле, как бы, мать только в Евангелии от Иоанна, там, какую-то роль играет она там на свадьбе. Но во всех других эпизодах Евангелия, как бы, это единственный эпизод, где он вот так вот соотносится. Вопрос, конечно, как его толковать, но он единственный. Во всех остальных местах он нормальный, нормальный себе. Просто факт состоит в том, что действительно представление о богине-матери, это богине-матери Кибелы, представление о Деметрии, о Геи и прочее, это настолько языческая, изначально стандартная формула божества. Потому что, ну, понятно, что рождающая функция есть у женщины, да, и женщина, она порождает, она рождает. И поэтому поклонялись именно этой рождающей функции, что здесь, как бы, не возникает никаких вопросов. Другое дело, как она возникает в христианстве. Она возникает именно, как я говорил, из этой процедуры домысливания, что Иисуса Христа была мать, да, и что на самом деле уже не просто так возник, да, а на самом деле он, конечно, родился. И вот это домысливание, оно приводит к пониманию непорочного зачатия и прочее. Что я подозреваю, что изначально в христианстве ничего этого нет. И об этом говорят, допустим, и Вианиты, это первая Иерусалимская церковь, церковь Евианитов. У них Христос был человеком, он не был богом, и, естественно, там, Матерь Божия не была Матерью Божией, а просто была Матерью. И отец Иосиф, которого, я считаю, оболгали, да, у него был сын Иисуса, а теперь он, вроде, и не сын его, а какой-то там пасынок, там, непонятно как. И что никогда не касался там, это Девы Марии. Или есть другая версия, что он не касался, пока не родился Иисус Христос, а потом, как бы, остальные родились братья и сестры. Вот Иисуса Христа есть братья и сестры, и один из его братьев, а именно апостол Яков, да, стал первым патриархом Иерусалимской церкви, да, после Иисуса Христа. И ведь не даром это так, потому что Иисус Христос возглашал себя царем, и, естественно, как бы, все царство передавалось по наследству. То есть, Яков Праведный, это, кстати, зафиксировано уже не только в источниках христианских, но в источниках и иудейских, Якова Праведного тоже забили камнями, да, и он, кстати, те же слова произнес, что произнес, по-моему, этот Стефан, первомученик, да, но не важно там, есть что и грядит, по-моему, там, сын человеческий в облаках, и что-то, когда он эти слова говорил, его и забили. Важно состоит в том, что вот эти вот исторические все подробности, которые не нравились, да, они были изъяты, как бы, забыты, стерты, а все, что нравилось, да, вот оно было, как бы, воспроизведено многократно. Ну, почему изъяты? Если бы они были изъяты, то тогда из Евангелия просто вычеркнули бы все слова, где говорится, как минимум, о братьях его и сестры. Ну, это правда, да, нельзя так говорить, я согласен на это, надо быть последовательно. Каким-то образом это объяснялось? Объяснялось это и объясняется до сих пор довольно просто. Дело в том, что тут просто это существует в виде некоторых легенд, которые были записаны, но, конечно, никогда не входили в состав Нового Завета, объясняющие судьбу Девы Марии. Просто дело в том, что она была одной из тех девочек, которые были их родителями, как бы сказать, посвящены целиком Богу. И в иудейской, ну, в той форме иудаизма, которая была на рубеже эпох, была и такая форма посвящения. Этих девочек отдавали на воспитание в храм. И они там, собственно говоря, начиная с какого-то возраста, небольшого, типа 5 или 6 лет, они воспитывались при храме, практически не видясь с родителями, и их основная функция была в том, что они убирали и декорировали вот ту часть храма, куда, вообще говоря, другим людям был закрыт вход вообще, в святая святых, так называемая. А потом она принесла, да? Что принесла? Ну, кого, ребенка? Их спрашивали, а откуда у тебя ребенок, как Духа Святого? Сейчас, сейчас, не все сразу. Вот. И, значит, они убирали и декорировали все это место до той поры, пока у них не начинались месячные. Поскольку в храме нельзя проливать кровь, никаким образом, то понятно, что после того, как у девочек начинаются месячные, они не могут дальше служить в храме. Значит, что с ними делать? Вот. И этих девочек отдавали, дали в обычном, в мужьях, каким-нибудь, да, каким-нибудь замечательным гражданам. А с девой Марией там была такая история. Она еще пока была вот этой маленькой девочкой, росла при храме. Там было несколько раз, посторонние люди становились свидетелями, что она общается с Анджоней. И поскольку она была вот явным образом выделена из всей толпы, было решено, что она должна сохранять свою девственность и после вот этого формального брака. А почему обязательно было выдать ее замуж? А потому что по-другому женщина в том обществе вообще не могла существовать. Она не была самостоятельным субъектом, она могла быть только женой какого-то мужа. Ну, в крайнем случае, вдовой. Но вообще, а других статусов как бы не предусматривается. Вот. Поэтому ее надо было выдать. Вот. И была там, описывается в этой легенде, целая процедура, как там собрали этих уже пожилых, почтенных, значит, вдовцов, вот, и как они бросали жребий. Они все воткнули свои посохи там в склон горы, ушли, а через неделю вернулись, один из посохов пустил ветки. Это был посох Иосиф. Сказали, ну, вот, значит, все, Бог выбирает тебя, как того человека, который будет, как бы, дальше формальным мужем. То есть, ему изначально ставилось условие, что он и этой девочке не трогает. Она так и останется гибельницей. Ну, просто будет вот формально его женой. Почему у него было смущение, описанное в Евангелии, что когда он понял, что эта девочка беременна, вот, он был сильно смущен. Потому что это означало, что он не выполнил то поручение, которое на него возложено властями. Он должен был ее сохранять. Так а как это случилось-то в итоге, что она беременна? Есть версии иудеев, что некий солдат-пандир надругался? Ну, Бога ради. Вторая версия, что он сам не сдержался. Понимаешь, в чем вся штука? Рядом ходит красивая девушка. Я думаю, что все-таки это не имело вид на ругательство, скорее всего, потому что неизвестно, чтобы были какие-то последствия для семьи, для Иосифа. Особенно невероятно, чтобы он сам... Это невероятно, я согласен. Все-таки люди те были не такие. Ну, просто, что называется, побили бы камнями его, да и все. За такое безобразие. Вот, и к чему я это все веду, да? К тому, что вот те парни и девушки, которые называются в Евангелиях братья и сестры, они ему, как бы сказать... Это двоюродные. Или сводные, лучше бы это. Сводные. По-моему, это называется сводные. То есть, это дети Иосифа от предыдущей жены, которая... Так она так и осталась в девственности? Где Мария? Да. В этом смысл ее титул опресно-девого Мария. Она так и осталась девственницей. И до зачатия, и во время, и после родов она осталась девственницей. Вот. И этим, как бы, все... Да, они, как бы, в некотором смысле, они его братья и сестры, потому что они того же отца, грубо говоря. Но, де-факто... То есть, Бог наставил рога, короче, Иосифу? В некотором роде. В некотором роде. Но только Иосиф, как бы, не обиделся. Так они были, этот, старше его, значит, получается, да? Да. Они его старше. То есть, Ильяков был его старше. Он был старше. А намного? Ну, толком не известно. Толком не известно. Пока что же они тогда первый раз его не признали, считали, что не в себе? Не в себе это означает, на самом деле, ли я здесь... Нет такой фразы в Евангелии, что Иисус Христос был не в себе. Нет, ну как нету? Я же, как бы, греческий текст считаю. Там есть такая фраза? Ну, нету. Экзис, и буквально звучит. Покажи. Ну, там показать, но надо Евангелие, действительно. Давайте сейчас, как бы, я предлагаю, что вот закончить, а там сейчас я покажу отдельно. Так? Или еще кто-то что-то хочет сказать? Игорь, ты не хочешь что-то атеистическое сказать? Последняя капелька чистой и чистой комментарией. Была ты совершенно напрасно удивляешься, почему богословы воспринимают тезис о том, что Бог есть любовь в качестве отправной точки. Дело в том, что ты говоришь о конфессиональных богословах, естественно, то есть христианских богословах. Вот, а они обязаны считать в качестве аксиомы и отправной точки то, что прямо сказано в Священном Писании. Я согласен. А то, что Бог есть любовь, это прямо сказано в послании апостола Иоанна. Да, все правильно. Вот, и поэтому тут вариантов нет. Ты можешь это дело толковать как-то, но ты должен считаться и отталкиваться от этого аргумента и его не опровергать. Поэтому тут все очень объяснимо. Да, ну что, давайте, грустно.